Реально, если бы они ввели вот такую должность, министр попыткам, министр террора, министр дебилизма, он смотрелся бы реально на этой должности очень хорошо. Я не исключаю, что он реально, может быть, уже погнал крышей, и он считает, что вот эти все фальшивые комментарии с поддержкой, вот это все вылизывание его окружением, просьба не уходить, остаться, вот это все, может быть, он реально уже верит во все это, не исключено. Ну и начнем, наверное, этот эфир с самой главной темой, из-за которой сейчас очень много шума по поводу возможной отставки Рамзана Кадырова, о которой он сам же и объявил. И, естественно, все журналисты сейчас, кто только не, все пытаются насчет этого, какие-то комментарии, что-то, какие-то посты и так далее. Давайте для начала посмотрим это видео, которое было опубликовано Кадыровым в его телеграм-канале, потом уже, наверное, прокомментируем. Узнал, что я самый долгожитель, да, среди всех глав субъектов, да, на первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да, у нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица, да, Но каким бы ни был гость ухожаемым, да, он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, но приятнее. Поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да, пока меня не выгнали, да, так что вот такие дела, да, кажется, я уже старый, да, когда-то был молодым, самым неопытным, да, И сейчас таким, да, он остался неопытным, но молодость ушла, прошла, да, куда-то, да, не знаю, да, вот, вот, вот такие дела, да, мы об этом уже начали думать, да, и постараемся, чтобы вовремя уйти, да, Сам Кадыров подписал это свое видео словами, я и сам заметил, что засиделся, считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Это он написал в своем телеграм-канале, как раз где опубликовал это видео. Естественно, все сразу же подумали, что это какой-то анонс такой Кадырова перед своим уходом, и начали задаваться вопросом. Очень много версий, политтехнологи, всякие политологи высказываются по этому поводу, что это может быть, Кадыров поругался с Кремлем, Кремль решил заменить Кадырова. Что-то там они не поделили, даже есть версии по поводу запрета Сахиха Аль-Бухари, что это все вот с этим связано, из-за этого, мол, он там что-то поругался. Ну, доподлинно, конечно, никто не знает, да, мы с вами точно не знаем, что там было, кроме каких-то осведомленных людей в высоких кабинетах Кремля. Поэтому мы с вами можем только предполагать. Я озвучу свое предположение. Я близко не верю, что там какой-то конфликт с Кремлем, тем более из-за запрета перевода Сахиха Аль-Бухари. Я думаю, здесь вариант А, и самый вероятный, на мой взгляд, вариант, это то, что очередная пиар-компания Кадыров не первый раз делает такие объявления. Он на протяжении уже там нескольких лет, ну, как минимум за последние лет 5-6, он пару раз такое делал, объявлял о своем возможном уходе. И потом начиналась такая пиар-компания, Рамзан, не уходи, мы не позволим тебе уйти. И, помните, выступление Алавудинова, ты говоришь, ты уходишь, а мы говорим, никуда ты не пойдешь, мы это народ. То есть, вот такие вот моменты. Я думаю, что первый вариант, возможно, такой. Второй вариант, это вполне допустимо, что реальный такой договорняк с Кремлем. И, может быть, Кадырова куда-то готовят переводить на какую-то федеральную должность. Вполне возможно, что эта должность будет связана с спецоперацией в Украине, может быть, там где-то куда-то его задействуют. То, что его, возможно, поставят руководителем Росгвардии, министром обороны, ну, министром обороны, я думаю, точно его не поставят. Как-то сложно мне представить его в должности министра обороны. Руководитель Росгвардии, ну, здесь, наверное, можно еще его представить, но тут же как-то слабо верить. В общем, это всего лишь наши предположения, мы не знаем, что будет на самом деле, поживем, увидим. Но вот в какой-то конфликт с Путиным я, честно говоря, не верю, вообще не рассматриваю даже этот вариант. Он или что-то затеял, или грядут большие перемены не в его пользу, и он чего-то испугался последствий. На самом деле, вариант с переменами, они тоже будут не какие-то, если даже они грядут, то они грядут не глобальные. Ну, это не та ситуация, когда будет там полностью система изменена. Вот как, допустим, помните, было в Дагестане, когда просто прилетал спецназ ФСБ и задерживал их пачками, этих руководителей дагестанских. Вот это были как бы серьезные глобальные изменения на уровне региона. Здесь такого, я думаю, ожидать не стоит. Если даже тут есть какой-то договорняк и произойдет какая-то ротация, наконец-таки там Кадырово куда-то переведут, поменяют главу региона. Если такое даже произойдет, то это будет максимально так гладко сделано. Но посредствия, конечно, потом, в дальнейшем для Кадырова может все, конечно, измениться, не в его пользу. Но поначалу это все они постараются, и я думаю, у них получится сделать это максимально гладко, чтобы никаких эксцессов не было. Должность Кадырова министр попыткам. Вот, кстати, действительно, эта шутка появилась на просторах интернета. Реально, если бы они ввели вот такую должность, министр попыткам, министр террора, министр дебилизма, вот что-то такое, он посмотрелся бы реально на этой должности очень хорошо. И, мне кажется, в России действительно нужно уже такое новое министерство, которое будет целенаправленно заниматься, допустим, пытками. И чтобы это происходило не в рамках, там, ФСИНа, МВД, ФСБ и так далее, армии. А вот было отдельное министерство, и это только в их полномочия входило пытать. Остальные не имели права это делать. И тогда были бы ответственные и конкретные за это направление. Министр Тагута. Тоже, кстати, хоро. Министерство Тагута. И министром Тагута, чтобы был Кадыров. Неплохо. А что это ты, Тумсо, не радуешься? Я бы на твоем месте сказал бы, чем дальше уйдешь, тем лучше тебе дороги. Ну, я согласен. Если он уходит, то мы, конечно, этому, наверное, будем рады. Но, видите, здесь надо еще понять, что там происходит, кто меняет его на кого. Рано радоваться тоже нельзя. Да вообще пока нет предмета, чтобы говорить, что его меняют. Пока я говорю, самый вероятный сценарий, это то, что просто идет пиар-компания. Рамзан, не выходи. Ему периодически нужно постоянно подпитываться этой фальшивой поддержкой, лжеподдержкой. Она ему нужна. Поэтому он проводит всякие конференции, где его просят остаться. Он, по идее, должен прекрасно понимать, что все это абсолютная фальшь. Но я не исключаю, что человек уже тронулся. И, может быть, реально говорят, что люди во власти, они начинают так гонять. Фараоны всякие, они тоже не просто так считали себя богами. Это ведь тоже в какой-то момент происходит этот щелчок. То есть я не исключаю, что он реально, может быть, уже погнал крышей. И он считает, что вот эти все фальшивые комментарии с поддержкой, вот это все вылизывание его окружением, просьба не уходить, остаться. Вот это все, может быть, он реально уже верит во все это. Не исключено. Если фараон мог поверить в то, что он бог в какой-то момент, хотя он же прекрасно понимает, какой он бог. Сейчас он речь тебе толкнет, что он бог, потом пойдет в туалет продукты жизнедеятельности скидывать. Понимаете? Если он сам себе такие вопросы не задает, значит, он тронулся человек уже на голову. Вот Филипп Киркоров тоже часто делает концерты на тему другой, я увожу и тому подобное. Томсо, твои ощущения, если Кадыров уйдет в отставку, если это все закончится? Что первое ты сделаешь? Кадыров, ушедший в отставку, ничего не заканчивает. Я ничего не сделаю. Я просто включу, наверное, очередной свой эфир и буду это комментировать. Кадырова заменят на Махмудова, Иудова, Делимханова и любого другого. То есть для нас-то ничего не меняется. Это для Кадырова, может, что-то меняется. Он теряет власть или часть этой власти. Либо не теряет сразу, но потеряет потом, как в случае с Назарбаевым это было. Но для нас-то ничего не меняется. Мы как в оккупации находились, так и продолжаем в ней находиться. Поэтому для меня, да, это, конечно, хорошая новость, приятная, что один враг Аллаха как минимум ощутил какой-то дискомфорт. Но в глобальном смысле это ничего не меняет. Субтитры создавал DimaTorzok